Никакого штатива, внешней вспышки, встраиваемого объектива и тяжелой сумки наперевес. Сегодня быть фотографом намного легче, в буквальном смысле, признается Радомира Иванова. Она фотограф с почти десятилетним опытом. В последнее время отказалась от сложной профессиональной экипировки. Уверена, современные качественные смартфоны с их потенциалом способны дать фору старым добрым зеркалкам. Даже свадьбы можно снимать на смартфонах, ты приходишь без огромных сумок, то есть у тебя только смартфон и зарядка. И это все, что нужно для работы. Ты сразу начинаешь делать контент. Да, кажется, что если телефон маленький, и если ты без большой камеры, то ты не профи. На самом деле, конечно, это заблуждение, потому что качество фотографии совершенно не теряется при съемке на смартфон, и заказчик может быть спокоен. Причем ждать не придется долго. Фото с гаджета можно быстро обработать в приложении смартфона и выдать продукт, не занимаясь долгой фотокоррекцией, рассказывает фотограф-инноваторы. Качество не пострадает, а время выиграешь. Впрочем, у новоиспеченных мастеров неофотоискусства нашлись и противники. Андрей Ларионов фотографирует почти со школы. Первую тогда еще пленочную камеру подарили родители. Сегодня за плечами не одна персональная выставка. Прошел сложный, но интересный путь. От проявки и печати в темной комнате до зеркального фотоаппарата. Признается, менять камеру на телефон ни за что бы не стал. Состязаться смартфон по качеству не может ввиду просто физических ограничений. Допустим, у большой зеркальной камеры у нее очень большая матрица. Может быть в будущем смартфон с помощью определенных программных технологий он не догонит фотокамеру. Вполне этого допускают. Пока что нет. Я на глаз это могу определить. Сколь угодно можно спорить, что лучше – зеркалка или камерафон. Но зачем спорить, если можно проверить? Внимание, эксперимент. Портретная съемка на то и другое. На снимке с фотоаппарата пластичность кадра совершеннее. Меньше шумов, мягкое размытие фона, что придает снимку эффект живописной картины. Да и цвета ближе к реальности, считает фотохудожник. Но, конечно, все зависит от телефона и от того, кто делает фото, уверены оба наших героя. Сегодня есть целый ряд фотографов с мировым именем, создающих свои творения исключительно с помощью смартфона. Все они в своих интервью признаются. Прогресс предоставил две важные составляющие – свободу творчества и возможность экспериментировать. Но, впрочем, не важно, какой девайс помог художнику остановить мгновение. Главное, что у него это получилось. Гульфия Сафина, Николай Сидоров. События.